Три этажа за три месяца. Новое здание возводят ударными темпами. Что, конечно, напрямую зависит от финансирования, в данном случае частного. Увеличивать стоимость проекта инвестору невыгодно, и все этапы выполняются строго по графику. Самое сложное было это начинать в зимний период, так как производились земляные работы, фундаменты и монолитные конструкции. Работа шла в две смены, и на сегодняшний этап вы видите, что мы идем немного с опережением графика, приблизительно две недели экономии. Новый уронефрологический центр претендует на уникальность. Его строят по индивидуальному авторскому проекту. Он разрабатывался с учетом рекомендаций медицинских специалистов. Здесь будет стационарно 20 мест, что крайне редко для аналогичных учреждений. Для больных с гепатитом и ВИЧ отдельные блоки. Треть здания займет современная станция переливания крови. С главным корпусом центр соединит специальный переход. 48 аппаратов искусственной почки будут работать в три смены. Это около 130 пациентов в день. Текущие мощности больницы Середаевна 24 аппарата, работают в четыре смены, сохраняется очередность, несмотря на то, что сейчас инфраструктура не очень может быть хороша в больнице Середаевна, но врачи очень хорошие, поэтому пациенты сюда стремятся. И мы сделаем так, чтобы хорошим врачам появилась хорошая инфраструктура, хорошее оборудование, комфортные условия. Инвестор будет обслуживать работу центра в течение 15 лет. После этого имущество перейдет в собственность области. Здание сдадут в эксплуатацию в декабре этого года. Сам центр начнет работу уже в начале следующего. Сегодня примерно 1100 жителям области необходимо внепочечное очищение крови. Новое учреждение для них – это улучшение качества и увеличение продолжительности жизни. Инесса Панченко, Константин Головин. События.